здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи журналист журналист главный редактор эстонского портала трибуна родион денисов здравствуйте родион здравствуйте первая тема я хотел бы две темы с вами обсудить первая тема касается событий в беларуси одной из сторон этих событий является резко ухудшившие и портящиеся день ото дня отношения этой республики со стороны со странами балтии идут резкие высказывания со стороны беларуси о том что их соседи вмешиваются в эти дела вмешиваются в их внутренние дела и так далее звучат такие резкие очень нелицеприятные обвинения в то же время из странах балтии звучат обвинения в отношении по нарушения прав человека в беларуси расскажите пожалуйста как это происходит конкретно в эстонии хотя я знаю что ваша страна наименее причастна ко всему ко всем этим процессом ну действительно штаб анти лукашенковских выступлений и находится не в таллине он находится в вильнюсе видимо но и наверное в каком-то виде в польше также варшаве или других польских городах но тем не менее эстония достаточно активно участвует в процессах в первую очередь участвует здесь министр иностранных дел эстонии урмас рейнсалу который создал и стоял здесь в цепочке в поддержку белорусской оппозиции почти каждый день выступая с какими-то заявлениями о том что нынешнее белорусское руководство должно уйти и предоставить возможность прийти тем кто хочет вместо них прийти из нынешней так называемой оппозиции и действительно официальный таллинн настроен на то чтобы власть нынешней белоруссии как можно скорее сменилась и делает достаточно много для этого тот же министр иностранных дел пытается сейчас пробить выступление госпожи тихановской в совете безопасности оон поскольку эстония является сейчас временным членом совета безопасности оон то есть разговоры о том что из белоруссии хотят сделать а четвертую республику на балтии имеет под собой основания и эстония тому всячески помогает скажите пожалуйста вы упомянули что вот официальный таллинн занял такую-то позицию не буду перечислять в ее вы они упомянули а что называется рядовые эстонцы по вашему мнению судя по тем откликам которые есть в прессе на телевидении интервью какие-то наверное берутся по этому поводу людей каково отношение что называется рядовой эстонии к событиям у соседей как ни странно достаточно неоднозначное отношение я понимаю что многие эстонские политики рассчитывали на то что будет однозначная поддержка смены власти в беларуси но так не произошло достаточно многие эстонцы помню о том как происходили преобразования в 90-х годах в эстонии как рушилась промышленность шла вот эта бездумная приватизация и прочее и без большого восторга относится к тому чтобы все происходило каким-то революционным путем и все-таки выступлял за выступает за какие-то эволюционное развитие до часть часть населения действительно поддерживает какие-то вот такие революционные изменения вызывает конечно много вопросов почему среди поддерживающих больше всего людей которые известны в эстонии своей русофобий и вот крайних националистов тут конечно вопрос возникает действительно ли хотят беларуси добра или рассматривать беларусь в качестве такого тарана против россии некоторые деятели это и не скрывают они пишут что и говорят о том что если сейчас удастся свалить нынешнюю власть беларуси это следующее будет россия и тренировка не пройдет зря поэтому но другой стороны действительно достаточно много таких эстонцев в том числе этнических эстонцев которые задумываются надо ли это начинают разговор о том что это очередная на цветная революция и успешных цветных революций было ну практически трудно назвать до власть менялась но чтобы люди после то что лучше жили довольно мало такого в ваши соседи я имею ввиду дум сейчас данном случае латвию и литву после особенно резких высказываний президента лукашенко заявили о том что они рассмотрят вопросы экономических пересмотрят точнее вопросы экономического сотрудничества с минском вплоть до разрыва некоторых пунктов этих договоров в частности энергетических что касается эстонии там тоже настроены так жестко эстония до последнего не хотела присоединяться к инициативе литвы которая давно пытается торпедировать белорусский ядерный проект то есть проект атомной электростанции но вот связи с этим было событиями после выборов буквально несколько дней назад эстония и латвия тоже присоединились к бойкоту белорусской электроэнергии с атомной электростанции как они будут существовать и как они будут отбирать и энергию которая правильная и фильтровать то которая неправильная пока еще никто не понимает но желание такое действительно имеется что касается с других отношений скажем экономических то эстонию наверное все таки из стран балти это меньше всего затронет до частично через эстонию шел транзит белорусского мазута но он не был таким уж большим конечно в основном транзит шел через литву что-то может быть через латвию шло но эстония имеет какие-то отдельно взятые связи я знаю что есть импортеры тканей белорусских каких-то пищевых продуктов но их немного и в общем то даже если закроется все то пострадает отдельно взятые бизнесмены но как таковая эстония от этого особо не пострадает возвращаясь к энергетике если возникает такая проблема что в последнее время эстония взяла в курс на так называемую зеленую энергию то есть отказ от традиционной для эстонии сланцевой энергетики как известно эстония богата горючими сланцами и в эстонии есть свои электростанции которые работают на горючих сланцах и вот теперь самые крупные из них стоят из-за того что покупается так называемой зеленой энергии со скандинавии через связывающие через балтийское море специальные кабели если бы пришла на этот рынок дешевая электроэнергия с белоруссии не было бы политики конечно же с точки зрения потребителя для эстонии я думаю не только для эстонии но и для латвии это было бы очень неплохо и электроэнергия на рынке была бы дешевле и она была вполне по цене конкурента способна со скандинавской но политика есть политика и поэтому но видимо нас ждет дальнейший рост цен на электроэнергию особенно если сланцевую энергетику убьют если закроются окончательно сланцевые электростанции и на замен им не придет ничего даже белорусская аэс она вполне могла бы быть альтернативой но значит будем платить больше насколько это хорошо в условиях нынешнего экономического кризиса который вызван коронавирусом я бы не сказал что наверное с точки зрения обычного человека это хорошо но и наверное со стороны предприятий тоже это не очень хорошо но политика есть политикой понятно скажите пожалуйста вот сразу после выборов в белоруссии когда были известные события когда только первый раз начались акции протеста и интернет был заполнен фотографиями и роликами избитых людей которых избивал омон было много не буду все это перечислять странные балтиями виду в первую очередь литва и латвия заявили о том что они временно что называется откроют свои границы для людей из беларуси которые захотят найти там свое убежище и будут даже материально им помогать в первое время пересидеть что касается эстонии были такие же порывы или нет официально порывов не было было одно письмо общественных деятелей которые предложили свободно принимать деятелей белорусской оппозиции у нас предоставлять им какую-то помощь здесь чуть ли там не штаба по возможности организовать но ничего никаких вот конкретных официальных шагов в этом направлении был не было сделано тем более что этот пойти призывы встретить такой неоднозначную реакцию у нас достаточно большие проблемы связи с массовой миграции которые было особенно в прошлом году с украины и начались некоторые проблемы в том числе и с правопорядком касаемо вот этих белорусских мигрант украинских мигрантов понять и да и к если к ним еще прибавится массово белорусы которые так любом случае въезжают в эстонии то возникнет очень много проблем которые очень не понравится избирателям на местных и политических партий поэтому с одной стороны конечно те же крайне националисты например поддерживают все белорусские эти события был белорусский майдан а с другой стороны как только заходит речь о том что он может привести к массовой миграции сюда одно начинается какие-то вот поползновения сторону того что пусть белорусу сами но понятно все непросто надо как-то общаться и не только не только с теми которые бузят но и кто-то с кем-то еще ясно радион скажите пожалуйста раз уж мы с вами на связи как обстоит и дело в эстонии с эпидемией коронавируса многие страны даже у которых была неплохая ситуациями в данном случае израиль сейчас переживает вторую волну которая оказалась даже жестче первые к сожалению в эстонию тоже возвращается коронавирус действительно июнь июль были просто идеальными практически он полностью исчез были целыми неделями когда не выявлялось ни одного случая сутки это максимум 12 ну вот буквально пришел сентябрь и началось то есть уже десятки пошли и на и пошли ограничения будут обсуждаться вот уже обсуждается вопрос о закрытии со стороны латвии границы с эстонии финляндия хочет поголовно и ввести по проверку на тесты на коронавирус при въезде либо справки 3 начать требовать эти справки стоят достаточно дорого в эстонии например для того чтобы сделать коммерческую справку для выезда по коронавирус она стоит 92 евро поэтому каждый раз выезжая в ту же финляндию так в которую некоторые едет каждый день у нас на пароме всего два с половиной часа до хельсинки это абсолютно неподъемные деньги получается если платить если там или раз в три дня или каждый день на вот поэтому начинают возникать проблемы с передвижением начинаются опять проблемы с туристической сферой только туризма как-то адаптировался к той ситуации которая была до закрылись большинство стран мира но было по крайней мере финляндия латвия и можно было как-то вот возить экскурсии туда ближние экскурсии там спа-отели еще куда-то вот если все это закроется то тур бизнес просто обанкротится и конечно сейчас вы правительство сильно думает о том что как сделать так чтоб с одной стороны все-таки бороться с вирусом но и не уничтожит остатки экономики которая была и более того предлагают очень странные какие-то меры например у нас предлагается мера регистрации всех тех кто ходит в рестораны то есть обязательно составлять свои данные до с другой стороны а предлагаются помощь каким-то большим предприятиям весной тоже оказывали помощь большим предприятиям малый бизнес практически весь забыли и очень многие фирмы сейчас уже не сводят концы с концами вот и если это получится опять так что начнут помогать с крупным фирмам и особенно друзьям политических партий которые вот сейчас у власти ну тогда ничего хорошего из этого не выйдет ну будем надеяться что какое-то такое более-менее оптимальную оптимальное решение найдут хотя скажем об каком-то разумности об оптимальности тут говорить сложно например когда россия заявила о том что он зарегистрировал вакцину от коронавируса наверное эстония сказала первое что она не будет ее покупать объясняя какими-то там лицензированиями бумагами стандартами и чем угодно и сказала что будет ждать настоящую демократическую вакцину понятно родион спасибо за ваш комментарий всего вам доброго и будьте здоровы спасибо на этом все напомню что с нами на связи из эстонии был журналист родион денисов до свидания и и и и и и Продолжение следует...